История России в фотографиях представляет На Ялтинской конференции договорились, что границей между советской и американской зонами оккупации будет река Эльба. 25 апреля 1945 года на этой реке недалеко от немецкого города Таргау произошла легендарная встреча союзников американских и советских войск. Она продолжалась до 17 мая. Солдаты стихийно протались, царила атмосфера безграничного оптимизма и дружелюбия. Союзники обменивались памятными подарками, устраивались банкеты и концерты. 25 апреля советские и американские солдаты дали клятву не допустить новой войны, посвятить жизнь укреплению мира и дружбы между народами. А встречи одновременно объявили Вашингтон, Москва и Лондон. Одна из американских газет написала, что русских солдат лучше всего можно описать так, точно такие же, как и американцы. Всех их охватывает чувство неудержимого веселья, открывается великий новый мир. Кульминацией стала встреча маршала Ивана Конева и генерала Амара Брэдли. Конев подарил американскому генералу донского жеребца и наградной пистолет. Брэдли, в свою очередь, вручил советскому маршалу карабин и джип с багажником, набитым сигаретами. Встреча на Эльбе раскаловала остатки вооруженных сил Германии на две части – северную и южную, что значительно ослабило их сопротивление и окончательно приблизило разгром вермахта. Спустя 10 лет, в мае 1955 года, в условиях испорченных отношений СССР и США, 9 американских ветеранов-участников встреч на Эльбе прибыли в Москву, чтобы видеться со своими советскими друзьями и принять участие в праздновании Дня Победы. Они побывали в московском Кремле, театрах, типографии газеты «Правда» в подмосковном колхозе «Луч». Американские и советские ветераны вновь подтвердили клятву, которую дали на Эльбе. Бороться за мир и лучшее будущее человечества. Даже спустя годы их рукопожатия оставались символом надежды и дружбы, как и важные напоминания одного из ветеранов, что по всей Центральной Европе, от Балтики до Средиземноморья, сирень цветет так же, как она цвела 25 апреля 1945 года в Таргау. Субтитры создавал DimaTorzok